В этом уроке, как я и обещал, мы с вами займемся изучением объекта событий jQuery. Думаю, вы не раз при использовании данного объекта скажете спасибо разработчикам данного фреймворка, потому что если кто-нибудь с вас до этого программировал на JavaScript, то знаком с тем, что каждый из браузеров обладает своими индивидуальными особенностями в обработке событий. Больше всего фокусов, конечно, выкидывает интернет-эксплорер и за то, что создатели jQuery унифицировали все вот эти капризы в одну четкую структуру, им действительно нужно отдать должное. Итак, приступим. Сначала рассмотрим атрибуты данного объекта. Первый из них это type. Это тип сгенерированного события, будь то click, mouse over, mouse down и так далее. Следующий атрибут – атрибут target. Это указатель на DOM элемент, для которого сгенерировано событие. Не знаю, уже какой раз обращаю ваше внимание на то, что это опять же DOM элемент, поэтому если вы хотите использовать для него функционал jQuery, то, пожалуйста, поместите его в конструктор jQuery. В противном случае будете долго искать ошибки. Следующий из атрибутов – это data. Массив данных, переданных дополнительно в обработчик. Следующие атрибуты – это pageX и pageY. Это координаты мыши на момент генерации события. Следующий атрибут – result. Это значение, возвращенное последним из обработчиков данного события, если оно при этом не было undefined. Если же последний обработчик вернул undefined, то, соответственно, здесь будет лежать результат выполнения предпоследней функции обработчика. И последний из параметров – timestamp – это время в миллисекундах, когда было сгенерировано событие. Теперь приступим к рассмотрению методов данного объекта. Это весьма и весьма полезные функции. Итак, первый метод – prevent default. Отменяет обработчик по умолчанию для события. Например, если вы кликнули на ссылки, браузер, конечно, захочет вас переместить по этой ссылке. Если вы перехватили своим обработчиком данное событие, вызвали внутри от объекта события данный метод, то браузер никуда вас уже не перекинет. Однако, обращаю ваше внимание на то, что если вы используете данный метод, то ваш обработчик должен вернуть значение false. Идем далее. Метод isDefaultPrevented. Возвратит булевое значение true, соответственно, если preventDefault функция была вызвана, false – в противном случае. Следующий метод – это метод stopPropagation. Он предотвращает баблин эффект. Бабл – это пузырь, грубо говоря, такой пузырящийся эффект. Почему он так назван? Допустим, у вас есть три вложенных друг в друга блока. Например, срабатывает событие на блоке, обладающем самой большой вложенности, тот, который внутри всех. Если для него соответствующего обработчика не найдено, то браузер перекидывает это событие на обволакивающий его элемент. Если же у него тоже соответствующего обработчика браузера не найдет, то перекинет на следующий. И так, грубо говоря, развернет все элементы до того момента, когда найдет блок, для которого данное событие обрабатывается. Соответственно, если вам не нужно такое поведение браузера, вы вызываете данный метод. Следующий метод – isPropagation.Stopped. Опять же, вернет булевое значение в зависимости от того, была ли вызвана предыдущая функция. И последние два метода – stopImmediatePropagation и isImmediatePropagation.Stopped. Первый – предотвращает вызов оставшихся обработчиков для текущего события. И также внутри себя вызывает метод stopPropagation. Что это значит? Допустим, у вас на событие клик, опять же, на какую-то кнопку повешено, не знаю, 10 функций обработчиков. Вот вы кликнули, и они начинают друг за дружкой выполняться. В зависимости, вернее, в порядке в том, в котором были связаны с данной кнопкой. И, например, на третьем обработчике вы решаете, что хватит уже, да? То бишь, по каким-либо причинам вы не хотите продолжать обработку данного события. Вы вызываете вот этот самый метод stopImmediatePropagation, и следующие обработчики уже вызываться не будут. Так, ну и последний метод, я уже о нем говорил, isImmediatePropagation.Stopped, опять же, вернет булевое значение в зависимости от того, была ли вызвана предыдущая функция. Сложного здесь ничего нет, однако, если вы что-нибудь недопоняли, сейчас я на примерах вам все это продемонстрирую, дабы устранить эти самые пробелы. Открываем документик event object start, и теперь усовершенствуем код, написанный нами в предыдущем уроке, используя новоприобретенные знания. Итак, мы специально обрабатывали события для одного единственного элемента, потому что, чтобы обработать события для целой пачки элементов, чаще всего необходимо обладать знаниями свойств и методов вот этого самого объекта события, генерируемого jQuery фреймворком. Итак, давайте теперь обработаем наше с вами событие click, точно так же, как мы обрабатывали для diva, только свяжем его сразу со всеми параграфами. Для этого нам что нужно? Теперь нам нужно подкрашивать соответствующий, в общем, тот параграф, на котором был произведен клик. Что для этого мы сделаем? Обращаемся к атрибуту target нашего с вами объекта event object, который функция click handler получила как параметр. Сохраняем документ и идем в браузер смотреть, что же мы тут подкладывали. Обновляем страничку. Теперь по клику на каждый из параграфов происходит то, что раньше происходило с нашим единственным diva. Так, теперь давайте попробуем также передать какие-нибудь данные в наш обработчик click handler. В литеральной форме запишем тут массив, пускай будет у нас два параметра. Параметр 1 со значением value1 и параметр 2 со значением value2. Так, и теперь, дабы показать, что мы имеем доступ к этим самым параметрам внутри обработчика, да, выведем на экран модальное окошко, которое продемонстрирует нам эту возможность. Итак, параметр 1. Снова обращаемся к нашему с вами event-object объекту. Только теперь обращаемся к его свойству data. И уже так как data является массивом, обращаемся к переменной par1, да, вот этой вот. Теперь данную структуру копируем, чтобы применить ее касательно второго параметра. И разделим в сообщении наши с вами значения вот такой вот вертикальной чертой. То есть теперь при клике на параграф он будет подкрашиваться соответствующим цветом и будет выведено модальное окно с сообщением о том, что с демонстрацией того, что обработчик ClickHandler имеет доступ к вот этим вот самым данным, переданным ему извне. Сохраняем документ, идем в браузер, обновляем страничку, кликаем на любой параграф, наблюдаем с вами ожидаемый результат. Так, ну и теперь давайте попробуем поработать с методами данного объекта. Для этого возвращаемся в Dreamweaver. В общем, сделаем так. Напишем еще одну функцию. ClickHandler 2. Опять же, передадим туда как параметр объект события. Я специально назвал его по-другому, чтобы вы не думали, что он может называться только event object. И что сделаем? Разделим функционал вот этого вот метода event ClickHandler на двоих. То бишь, вторую его строчку поместим в метод ClickHandler 2. Данную строчку нам тоже нужно будет скопировать. И изменим здесь название метода, который будем связывать с событием клик. В данном случае теперь нам вот эти вот параметры не нужны. Что сейчас произойдет, да? То бишь, мы связали с событием клик на каждом из параграфов с двумя методами. ClickHandler 1 вот этим методом и ClickHandler 2. То есть, они будут вызваны один за другим. Вот, сохраняем документ и идем в браузер смотреть, что получилось. Да, кликаем. Что-то у нас пошло не так. Почему? Да, возвращаемся в браузер. А вот она, где наша ошибочка. Мы с вами назвали здесь переданный объект просто object. А здесь у нас, видите, такое достаточно длинное название было. Сохраняем документ, идем снова в браузер, обновляем страницу и теперь получаем то, что хотели. Теперь уже о методах вот этого самого объекта, да? Мы специально сделали два обработчика. И теперь давайте в первом из них вызовем метод StopEmediatePropagation для того, чтобы предотвратить вызов вот этого вот оставшегося обработчика. Так, проверяем орфографию. Вроде бы все правильно. Сохраняем документ, идем в браузер, обновляем страничку, кликаем на параграфе. Вот, и мы добились желаемого результата. По клику стиль сообщения меняется, однако модального окна с вот этими самыми нашими дополнительными параметрами на экран не выводится. Итак, идем снова в Dreamweaver и теперь попробуем еще применить метод PreventDefault. У нас есть с вами ссылка, да? Если мы переходим по этой ссылке в браузере, то что видим, да? Наш браузер адресует нас на вот страницу Google. Допустим, мы по клику на ссылки не хотим, чтобы браузер перекидывал нас на заданную страницу, а просто вывелось сообщение с адресом, куда браузер должен был нас перенаправить. Итак, комментируем написанный ранее код. Одну из строчек копируем. Теперь будем обрабатывать клики на наших ссылках. Итак, заново пишем метод ClickHandler. Так как предыдущую его реализацию мы закомментировали. И сейчас что сделаем, да? Для вот этого нашего с вами объекта вызываем метод PreventDefault. Выводим сообщение с адресом, куда браузер должен был нас перенаправить. Для этого внутри метода Alert передаем в конструктор jQuery указатель на DOM элемент, для которого сгенерировано данное событие. И вызываем уже сюда метод Atter, чтобы получить атрибут href. Для этого, соответственно, передаем название нужного нам атрибута как параметр данного метода. Так, так, так. Все, сохраняем документ. А, не забываем, что наш обработчик должен вернуть False. Сохраняем документ и идем в браузер смотреть, что у нас с вами получилось. Обновляем нашу с вами страничку. Кликаем по ссылке. Браузер нас никуда не перекидывает, лишь выводит адрес, да? Куда он должен был нас перенаправить. Это то, что я вам хотел рассказать об объекте события jQuery. И дальше мы будем с вами учиться пользоваться хелперами событий, которые предоставляет нам данный фреймворк.